Семью они выстраивают. Вы посмотрите мои ролики, что такое любовь. Как я говорю, выстраивают в воле случая. А случай всегда бывает не очень удачным. И они вот с неким упорством кричат о том, что они любят, они не могут расстаться. Хотя, ну тут, одна уже прожила лет 15 в семье. И там были конфликты, прочее, прочее. И сейчас они разводятся. И она говорит, ну как я без него жить буду? Я говорю, ты материально проживешь? Проживу. Он тебе помогал? Не помогал. Он мне хуже и так далее. Чего только она не наговорила. Я говорю, а на кой черт он тебе сдался? А как же я без него не могу? Поймите, ей 38 лет всего. Она имеет двух детей, потому что давно как-то связались с случаем с этим мужчиной. Так и жили-то. Ну, не как кошка с собакой, но не очень хорошо. Более того, я посмотрел на фотографии. Симпатичная девчонка. Двое детей уже, как говорится, отстрелялось. И эту абузу на кой черт нужно? Это абуза, да еще с матерью, которой свекровь портит ей нервы. Я говорю, и хорошо, что они разводятся. Расставайся. Мало того, что она такая деловая, она говорит, все, он мне оставил, я его к матери отправила. Я говорю, ну и хорошо. Нет, я его хочу вернуть. Он не хочет, мать его не хочет, а она хочет. Так вот, я сейчас не о том, чтобы разрушать семью. Я о том, что вы должны принять решение. Стоит ли свою жизнь класть на алтарь вот этих некачественных, я бы сказал иногда трагичных взаимоотношениях в паре. Это не только для женщин. Я знаю, в этом году, уже вот март на исходе, уже три мужчины, которые не знают, как дальше доживать. Двое так повязли и сидят в этих брачных отношениях. Хотя, если бы они освободили этих своих жен, жены бы, может быть, и были благостны, и нашли бы кого-то себе. Они вот сам и другому не дают. А один принимает решение, готовит пути отступления так, чтобы достойно разойтись и материально никого не обидеть. Но женщины, женщины свою жизнь портят на что? Они думают, что он изменится? Друзья мои, вы сколько лет ждали, что он изменится? Нет, ну он иногда бывает ласков. Иногда бывает хороший секс. Друзья, у вас жизнь одна. Другой не будет. Что вы там червячкам расскажете? Как вы испортили свою жизнь? Мне вас жалко. Запомните, что вы ничего в данном случае не разрушаете. Вы сохраняете свою жизнь. Вы даете возможность своему партнеру начать другую жизнь. И еще неизвестно, кому повезло. Там песня была «Ушла невеста». Друзья мои, подумайте, проанализируйте. И если у вас одни и те же грабли, никто не изменится. Грабли будут те же самые. А вам решать, обратитесь ко мне по скайпу. Может быть, там какая-то заноза. Ее можно выдернуть и йодом помазать, зеленкой, и все заживет. А может быть, там уже нагноение. И, как говорится, лучше ампутировать конечность, чтобы сохранить жизнь. Вашу жизнь. Не дайте гангрене захватить всю вашу жизнь. Отравить ее и умереть в муках вот этого заражения вашей кровяной системы. Мне есть, что вам сказать. Обращайтесь. Поговорим. Субтитры создавал DimaTorzok